всех приветствую на комплексном анализе рынков с виталием шевченко поехали как всегда продолжаем внутри дневную торговлю и начинаем с фундаментального анализа со стороны статистики сегодня у нас впереди только данные по сша и канаде 15 30 по московскому времени индекс цен производителей пока достаточно все ровно даже есть небольшой позитив и в это же время выход данные по канаде по непосредственно занятости здесь ожидается улучшение показателя по уровню безработицы 82 предыдущая прогноз 8 и 0 это основной стороны статистики общий фундаментальный фон остается все тем же это и выступление жирома паула и протоколы фонг и доходность трежер из поэтому более глобально трогать не будем будем помнить о том что у нас сегодня последний день рабочей недели закрытие и перетасовка позиции именно с этой стороны зайдем начинаем как всегда с индекса доллара со стороны классики хотя хотелось бы отметить дневной таймфрейм а непосредственно уровень 92 ровно сильный психологический уровень где мы уже несколько раз останавливались ну и в очередной раз этот уровень он хорошо себя отработал поэтому приоритет для себя это опять же укрепление американского доллара закрытия позиции против доллара которые были открыты в течение недели но это ведет непосредственно к укреплению американца это стороны классики стороны непосредственно тактики адверза нам необходимо закрепление выше 92 30 область 92 35 желтая область 92 30 92 35 закрепляемся выше здесь возможен вариант через 92 45 коррекции поход в 92 50 и дальше уже взять и 92 70 ну более глубокая разворотная область это район 300 процентов это 93 ровно 93 05 это идет в полностью совмещением с маржинальными зонами несмотря на то что здесь у нас приоритет сохраняется нисходящий пора получить полную коррекцию ну как я говорил вот первая зона для отталкивания для коррекционного движения восходящая дополнительно 92 47 92 52 дальше в район 92 70 92 80 опять же цель по тактике адверза ну как я сказал 93 93 05 это самое высокое это восходящая промежуточная зона полностью цикл коррекции переходим к валютки евро фунт японская иена страны евро вчера мы с вами лично я показывал паттерн на разворот вблизи восходящей целевой зоны отрисоваться начал но не дал пробития минимум поэтому был у нас еще один заход это перехай на текущий момент как я уже сказал основной сценарий для меня это укрепление американского доллара пока далеко не ушли это продажа стоп лоссом здесь нужно грамотно работать за зону за 1 19 0 7 по тейку 1 18 35 1 18 45 нисходящая промежуточная зона но более глубокая 1 18 ровно 1 18 0 5 со стороны опционов картина выглядит у нас по следующему страны недели как мы ниже баланса это сигнал соответственно на продажу оптимальный уровень находится на минимумах это в принципе дневная от эрка на сегодня но больше картина мне нравится непосредственно по месяцу если взять и подгрузить сюда открытый интерес видно что больше продавцов чем покупатели соответственно будем продавливать данный валютный инструмент страны объемов картина по паре евро доллар выглядит по следующему если взять внутридневные объемы максимум мы прикрываем прикрывается он большими объемами прикрывается он восходящий золотой зоны со стороны маржинальных зон обеспечения поэтому достаточно тяжело будет вернуться туда если так смотреть сильных объемов на остановку 1 18 40 ну и вблизи как раз 1 18 начинается уже скапливаться крупные объемы по паре фунт-доллар лично я здесь ожидаем небольшого коррекционного движения к предыдущим минимуму про торговки это 17 на 1 37 17 137 25 вот здесь как раз можно будет вставать на продажу плюс у нас здесь работает классика линия сопротивления по непосредственно целям 136 21 36 30 и достижение нисходящей целевой зоны 1 34 95 1 35 35 со стороны опционов картина по паре фунт-доллар выглядит по следующему так со стороны неделя хотелось бы отметить что у нас верхняя граница баланс дня оптимальный уровень между продавцами покупателями как раз в районе про торговки поэтому при возвращении суда даже опционы будет помогать нам вставать на продажу со стороны месяца картина выглядит по следующему здесь я хотел бы обратить ваше внимание опять же на большой перевес продавцов покупатели находятся высоко-высоко за непосредственно оптимальным уровнем между покупателями и продавцами поэтому на общем фоне будет продавливать соответственно и этот валютный инструмент так ну и со стороны объемов картина выглядит у нас по следующему так если брать в целом ситуацию она сохраняется с точки зрения ровных объемов это говорит о том что в принципе сегодня должно быть техническая торговля то есть ровные торги никаких серьезных фундаментальных выбросов так ну и встречаем самая первая встреча в районе 1 36 дальше в районе 1 35 20 пара доллар сша японская иена вчера немного мы продавили по линиям фибоначчи спустились 76 и 4 поэтому эти уровни фибоначчи мы удаляем соответственно переходим уже к последнему движению с этой стороны мы идем в район как всегда 50 это самая значимая стороны фибоначчи здесь 109 95 110 ровно более значимый я считаю уровень стороны всех видов анализа которые я использую ну не исключая за сколько в район 61 8 восходящая промежуточная зона 110 20 110 30 так со стороны опционов в принципе картина полностью поддерживается маржинальными зонами обеспечения с точки зрения недельных опционов мы выше баланса мы видим что все идет на рост опционный верхняя граница опционов как раз районе 110 оптимальный уровень поэтому здесь будем ждать первую серьезную коррекцию по данному валютному инструменту так ну и со стороны месячных опционов хотелось бы ответить верхнюю границу которая находится в районе 110 60 имейте это ввиду потому что здесь расположены крупные объемы так и как раз давайте сразу посмотрим объемы которых я говорил вот он этот крупный объем в районе 110 60 это если будет хорошо гнать соответственно если будет сильно закрываться так переходим товарно-сырьевой группе доллар канадский доллар и австралиец по минимуму остановлюсь на долларе канадском долларе здесь у нас приоритет сохраняется восходящий но нужно помнить о том что сегодня выходит статистика в 15 30 и по сша и по канаде и по канаде должны выйти положительные данные поэтому с этим валютным инструментом будьте аккуратны в принципе мы полную коррекцию сделали для того чтобы пойти вверх если данные по канаде разочарует то соответственно здесь мы также продолжим восходящее движение в район как минимум перехая в район 126 55 126 60 заходом в недельную атр и в восходящую целевую зону 126 75 126 95 со стороны опционов картина по паре доллар канадский доллар выглядит по следующему стороны неделек мы можем взять что мы находимся выше баланса это сигнал соответственно на покупку стороны среды тоже самое так стороны месяца оптимальный уровень находится на переха это как раз непосредственно зона 126 55 126 50 здесь можно ожидать коррекционного движения ну и более высокий поход в принципе к верхней границе опционного канала и там же находится восходящая целевая зона страны непосредственно маржинальных зон по объемному анализу у нас картина выглядит по следующему также все ровно с точки зрения внутридневных объемов и самый крупный находится в районе 1 27 20 поэтому до выхода статистики мы можем здесь прокатиться на общем фундаментальном фоне помните о зоне которая говорил перехай страны опционов и со стороны маржинальных зон обеспечения австралиец по австралийцу приоритет у нас сохраняется восходящий также мы достигли полного коррекционного движения но с учетом того что сейчас наблюдается укрепление американского доллара то неплохо было бы зайти в район 76 30 76 40 и уже отсюда наращивать позиции на продажу с перелом в район 75 35 75 40 и более глубокий заход в нисходящую целевую зону 74 75 74 95 со стороны опционов картина по паре австралийц к доллару выглядит по следующему понеделька мы и ниже оптимального значения баланса это все сигнал у нас на продажу опять же при подходе практически совпадение с маржинальными зонами открытый интерес будет давить низ но он достаточно низкий поэтому лучше здесь обратиться к месячным опционом отметить тот момент что все-таки верхняя граница продавливает у нас данный валютный инструмент давит его вниз и плюс если посмотреть на открытый интерес то он как раз идет на увеличение продавцов на увеличение продавцов если только будет жесткий перехай тогда уже будет подхватывать покупатели но опять же это нужен сильный фундаментальный фон для этого стороны объемов картина по паре австралийц к доллару выглядит по следующему видим что у нас идет опять же полное сочетание крупных объемов с маржинальными зонами обеспечения поэтому районе 36 40 как раз мы можем вставать более спокойно на продажу так если брать крупные объемы то 1 находится в районе 75 40 ну и более глубокий в районе 75 15 товарно-сырьевой сектор нефть сорта бренд и золото по бренду хорошо работает у нас восходящая промежуточная зона приоритет здесь сохраняется нисходящий поэтому пока в силу отсутствия положительных фундаментальных данных и признаков на рост нефтяного сектора даже в средние сроки это продажа стоп лоссом как минимум выше зоны 93 35 вообще идеально конечно за максимум через фрактал это выше 64 45 по тейку самое главное нам взять нисходящую дополнительную зону 61 85 62 ровно пробить линию поддержки и тогда уже спускаемся в ожидаемую 60 35 60 85 плюс здесь недельная атр к золото золото с этой стороны и вообще на общем фоне того что сейчас происходит можно сказать что первая волна укрепления американского доллара она прошла как это обычно бывает ровные технические свечи далее идет небольшое переосмысление то есть коррекционная свеча и уже на открытие американцев более глобальное укрепление американского доллара по золоту соответственно продажи ищите их на более младших таймфреймах m15 5 по тейку 1730 1733 далее в район 1715 1720 ну и заход в недельное тр полная коррекция по зонам это 1705 1710 полностью идет совмещение и с опционным анализом и непосредственно с объемами по неделям ниже баланса будем толкать вниз в район 1720 к оптимальному значению так а со стороны более крупных объем более крупных непосредственно опционов мы уже ниже баланса ниже оптимального уровня но страны открытого интереса здесь все достаточно интересно продавили пока продавцы будет продавливать мы видим что желающих прикупить очень мало больше соответственно продавцов поэтому как я сказал первый раз гоночная она прошла не исключаю как раз коррекционной волны в район 1750 53 отсюда уже дальнейшее падение это на сегодня и объемы у нас показывают следующее так переходим на более крупный максимум очень сильно защищает то есть сразу можно сделать вывод о том что нет желающих делать сегодня перехай нету серьезных фундаментальных предпосылок и технических то есть в принципе крупный трейдерский мир оставляет это все на следующую неделю ну а так объемы начинаются в районе 1730 опять же это идет в сочетании с маржинальными зонами нисходящая дополнительная зона так ну и более глубокие если брать начиная с 1715 там 1710 ну и как раз при подходе к 1705 то есть здесь движение будет останавливаться тем более если взять по волатильности 45 долларов это будет просто великолепно даже в районе 47 поэтому при подходе к 1710 я бы на сегодня уже полностью фиксировался и спокойно уходил на выходные ну лично я поеду на рыбалку завтра так переходим к фондовым индексом dax 30 с этой стороны видим что общее настроение это ситуация с коронавирусом которая у нас творится в еврозоне она не дает укрепляться фондовым индексом поэтому при подходе в район так 15 15 15 220 продажа стоп лоссом выше 15 255 по тейку это достижение непосредственно 15035 первая цель остальные цифры у вас перед глазами с этой стороны хотел бы сказать что в перспективе да это как минимум следующая неделя у нас появляются уже сигналы один сигнал вот они сигналы на покупку поэтому нужно присматриваться к областям где можно будет вставать на покупку нас так не про не прошел или не дал до сразу разворота последний может быть заход перед хорошим падением первая зона сим 13 670 13 690 более глубокая 13 495 13 520 нисходящая промежуточная зона так страны тактики адверза здесь в принципе то же самое самая глубокая 13 353 55 ну получается чуть чуть выше с учетом того что мы можем катиться сильно на на будущее опять же хочется взять в приоритет появление сигналов это не значит что в понедельник мы сразу развернемся но сигналы уже поступает на покупку необходимо хорошее коррекционное движение snp точно такая же картина недалеко ушли продажа стоп-лоссом выше максимума по самой нижней по атрки по нижней зоне я имею ввиду это 4060 60 4065 страны тактики адверза если брать проходные области уровне 4070 4075 нам нужно пробить закрепиться то есть в принципе мы как раз можем на 4060 сходить в 75 вернуться и дальше уже пойти в район 440 450 ну и точно такая же картина складывается как и по нас даку по даксу появляются сигналы которые говорят о том что нужно присматриваться к покупкам более консервативному подходу торговли по фондовым индексом dow jones более оптимально позволяет входить на продажу с короткими стоп-лоссами продажа стоп-лоссом выше 33 620 по тейку достижения 33 265 закреплением через коррекцию то есть на трендовую линию обратно к зоне ну и соответственно пошли по 33 090 более глубокая в район 32 850 вот такие торговые идеи на сегодняшние торговые сутки на закрытие торговой недели всем желаю попутного тренда побольше сегодня профитов и спокойных выходных до встречи на следующей неделе